Здравствуйте! В эфире программа «Отправ к возможностям» и мы ее ведущие Людмила Васильева и Олег Смолин. 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2007 года, а с 2008 ежегодно проводится в большинстве стран мира, чтобы привлечь внимание к людям, подверженным этому расстройству и их положению в обществе. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, 30 лет назад этот диагноз ставили одному из 1600 детей, а сегодня уже каждому сотому ребенку. В России создана сеть румцев региональных учебно-методических центров. Одним из очень успешных центров является давно Московский государственный психолого-педагогический университет. Прежде он специализировался в основном на обучении студентов с нарушениями зрения. В последние 10 лет при университете работает центр для психолого-педагогического сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. Об этом центре мы будем говорить сегодня с гостем. А в гостях у нас сегодня Артур Валерьевич Хаустов, директор Федерального ресурсного центра по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра Московского государственного психолого-педагогического университета, кандидат педагогических наук. Здравствуйте. Здравствуйте, Артур Валерьевич. И сразу первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, что означает статус федерального центра? Наш центр является университетским, и это очень важно, потому что в нашей работе, по сути, объединяется практическая работа. Это большое школьно-дошкольное отделение, где ежегодно учатся 186 детей с расстройствами аутистического спектра. И вот эта практика, она объединяется с наукой и методическими компетенциями. Скажите, федеральный означает, что вы принимаете детей не только из Москвы или только из Москвы? Федеральный означает и то, что мы принимаем самых разных детей из самых разных регионов, оказываем помощь в консультационном плане, да, самым различным семьям из самых разных регионов. И, кроме того, федеральный он потому, что он обеспечивает ресурсами на данный момент всю Российскую Федерацию, по крайней мере, те регионы, у которых есть в этом потребность с точки зрения оказания им помощи. Дети с расстройствами аутистического спектра требуют особых подходов и внимания. За работу специалистов следил наш корреспондент. Давайте посмотрим сюжет. Уже на протяжении многих лет федеральный ресурсный центр по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра – это не только школа, где они получают профессиональную поддержку, но и база для обучения специалистов проведения научных исследований. У нас достаточно большой список специалистов. Это, конечно же, учителя-дефектологи, это, конечно же, учителя-логопеды, педагоги-психологи. Ну, это стандартный такой набор, да, у нас учителя начальных классов, но все они имеют специальное коррекционное образование и, соответственно, большой штат тьютеров. Тьютеры присутствуют на каждом уроке. Они знают индивидуальные особенности подопечных и всегда готовы помочь в учебе и бытовых вопросах. Кому-то нужно во время письма немножечко руку подвинуть, кому-то ее прижать, кому-то нужно помочь направить взгляд во время того, как учитель спрашивает, задает какой-то вопрос у доски. И это должно быть максимально так плавно, незаметно, и у каждого ребенка свой уровень поддержки. Как правило, дети с расстройствами аутистического спектра испытывают трудности в общении, помогают игры. Так гораздо легче тренировать навыки коммуникации, привыкать к эмоциональным реакциям окружающих и справляться со своими страхами и комплексами. Дети хорошо играют, дети играют с удовольствием, и родители получают большое удовольствие. Они потом мне видео начинают слать, как дети начинают дома играть с родителями. То есть они предлагают какие-то элементы из игры. Могут подойти, там, коза-коза-рогатая. То есть если раньше говорили, что ребенок не подходит, да, там, ну, не разговаривает, не общается, самые сложности, то дети переносят вот эти игровые навыки и начинают взаимодействовать с родителями, отчего, ну, родители очень счастливы. Можно чуть-чуть поподробнее про научную, металлическую, информационную помощь? Федеральный ресурсный центр не самостоятельно организовывал помощь для всех детей в стране с аутизмом. Их очень много сейчас только в системе образования, 45 тысяч. Но и развивал сеть региональных ресурсных центров совместно с региональными министерствами. И вот вся та работа, о которой вы спросили, это и методическая, и научная, и информационная, она строится благодаря вот такому взаимодействию с самыми разными регионами и с их региональными ресурсными центрами. А консультативная диагностическая помощь, это значит, вы помогаете определить, скажем, степень расстройств, да, образовательные программы рекомендуемые и так далее? Такое основное направление нашей консультативно-диагностической деятельности – это такие комплексные, интенсивные курсы работы с семьями. С семьями, да? Да, это именно с семьями. Когда семья приезжает, записывается на наш курс, приезжает из любого региона, либо, повторюсь, это можно делать дистанционно. И задача наших специалистов – неделю поработать с этой семьёй, сначала провести диагностические, оценочные мероприятия, благодаря которым станет понятно, каковы особенности ребёнка, на каком уровне находится ребёнок. Дальше помочь… Они с ребёнком приезжают или… Да, да, обязательно. Они приезжают, это бывает чаще всего родители вместе со своим ребёнком, бывает даже и не с одним. И вот в ходе такой работы мы простраиваем дальше программу работы с этим ребёнком, которая включает в перечень целей работы с ребёнком. То есть формирование конкретных каких-то навыков, которыми он не владеет. И, конечно, задача в ходе этих курсов – показать родителям и выработать и программу работы, и показать приёмы работы с ребёнком. Вот к нам поступают вопросы из социальных сетей. Мы хотим один из них задать вам. Людмила? Да. Уважаемый Олег Николаевич, моему сыну поставили диагноз «аутизм». Специалистов в нашем городке нет, в сад его не берут, а скоро уже пора в школу. Что нам делать? Где искать помощь? Действительно, иногда очень сложно выбрать организацию, которая уже умеет работать с детьми с аутизмом. В этом отношении мы, в принципе, предлагаем обязательно посетить наш, либо в дистанционном формате, либо очном, интенсивный консультативно-диагностический курс. Это совершенно бесплатно. И после этого уже с пакетом документов, с разработанной программой, естественно, семья возвращается и передаёт их в ту школу, которая всё-таки имеет, так скажем, какие-то компетенции по сравнению с другими школами. Ну а после этого, как правило, мы готовы, если есть запросы от организации, куда пришла эта семья, то мы готовы, конечно, обучить несколько специалистов из этой организации в рамках наших курсов повышения квалификации, для того, чтобы они понимали, как работать с этой программой, которая у них уже на руках. Понятно. Скажите, а какие научные исследования ведёт центр, и имеют ли они практическое применение? Да, конечно, в центре работает научная лаборатория Федерального ресурсного центра. Это очень серьёзная, качественно работающая такая структура. И все исследования, которые выполняются, они выполняются по двум основным направлениям. Первое – это фундаментальные исследования, и второе – это прикладные исследования. И такие исследования, они, как правило, заточены под разработку и апробацию, и дальнейшую верификацию диагностических инструментов работы. Методичек какие-то, да? Методические пособия обязательно по итогам выходят. И мы планируем программные продукты, я имею в виду именно электронные версии инструментов. Это вот в каком-то неотдалённом уже будущем. И второе такое вот направление прикладных исследований – это исследование именно эффективности, результативности тех практик, тех технологий, которые мы применяем в центре, и которые мы в том числе разрабатываем сами для того, чтобы они могли использоваться по всей России именно в системе образования, когда учат детей с аутизмом в наших образовательных российских организациях. А я предлагаю вернуться к нашему сюжету. Да, давайте. Дети с тяжёлыми нарушениями развития занимаются по специальной программе, с помощью которой осваивают жизненно необходимые навыки. Ребята учатся общаться с помощью средств альтернативной дополнительной коммуникации. В нашем классе это система обмена изображениями, ПЭКС. Ребята на сегодняшний день уже могут попросить то, что они хотят, дать карточку, получить что-то вкусное, что они любят, или получить игрушку, которую они хотят. Все учебные методические пособия адаптируют под конкретный класс. А педагоги ищут индивидуальный подход к каждому ребёнку, учитывая его уровень и специфические особенности. Занятия строятся по чёткому графику. Подача основного материала, выход к доске, ответы на вопросы, выполнение заданий за партой, динамическая пауза, как я сказала, в середине, и в конце обязательно такая, как заминочка. Ручки вверх, ручки вниз, ручки вверх, ручки вниз, в кулачок, на бочок. И они прекрасно знают, что занятие закончилось, и можно будет отдыхать. Исследования лаборатории позволяют систематизировать симптомы и выявлять малышей в зоне риска. Благодаря программе ранней помощи 30% из них уже не получат диагноз аутизм. Результаты исследований лаборатории вносят огромный вклад в понимание природы этого расстройства. В чём причина? В ряде случаев мы думаем, что причину мы можем назвать, в ряде случаев мы даже эту причину не можем назвать. Например, очень интересное исследование проводится, и уже есть первые результаты о слуховом восприятии. Было показано, что для многих детей характерно нарушение выделения слов из шума. Федеральный ресурсный центр объединяет специалистов из разных регионов. Проведение исследований, разработка методик и их апробация происходят в междисциплинарных коллективах, и их совместные усилия помогают развивать систему помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Ну и в завершении передачи мы, конечно же, хотели бы попросить вас дать контакты. Это наш сайт, конечно, аутизмодефисфрц.ру. Наш сайт можно найти, забив слова «Федеральный ресурсный центр аутизм» в любом из поисковиков. И, конечно же, первая ссылка там будет как раз на наш федеральный ресурсный центр, где вообще-то вся та информация, которую мы сегодня обсудили в том или ином формате, конечно же, либо выложена, либо обозначена. Замечательно, спасибо. Среди детей с такими расстройствами есть дети с проблемами интеллекта, есть дети с сохранным интеллектом, а есть просто выдающиеся. Ну, например, наш знаменитый математик Перельман или американский горсмейстер Роберт Фишер. А у нас в гостях был Артур Валерьевич Хаустов, директор Федерального ресурсного центра по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра, Московского государственного психолога Педагогического университета, кандидат педагогических наук. Спасибо вам. Спасибо, Артур Валерьевич, за участие в программе и, конечно, особенно за то, что вы делаете для наших детей. Большое вам спасибо за приглашение. А мы, ведущая программа «Отправ к возможностям» Людмила Васильевна и Олег Смолин, прощаемся с вами и хотим пожелать каждой семье найти в своем ребенке способности и помочь им раскрыться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова